Всем привет, с вами Марс, и это последняя серия дополнения H-Fire. За последнее время случилось очень многое. Я полностью обставил дом, ко мне вернулась Сирана, которая... Не понимаю, как ты это переносил? Да, которая теперь разговаривает по-русски, и она человек. И сегодня у нас по плану остепениться, завести детей и показать вам обставленный дом. Я себе в жены выбрал Изольду. Это тебе пришла в голову идея запереть драконов, Кадель. И во имя из мира это сработало. Не мешай мне, пожалуйста. Это что, у тебя амулет Мары? Удивительно, что у тебя до сих пор нет пары. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? Как начать тебя? Да, ты мне тоже нравишься. Жизнь в Скайриме, коротко. Хорошо. Завтра мы будем не отходить от пустыни цены в двое. Дай угадать. Листящий безделушный... Хорошо. Теперь мы отправляемся в Рифтен. И поговорим... С настоятелем храма Мары. Чтобы организовал нам свадьбу. После этого мы отправимся где-то к драконьему пределу и усыновим или удочерим ребенка. Там, по-моему, ходила девочка-сирота. Вот я как раз таки и возьмем. Дом вышел довольно-таки интересный, красивый, большой. Просто там не перечесть всего, что там есть. Везет. Везет. Так, вот он наш храм. Надо подождать бы где-то до часа дня. Как раз эти все монашики вернутся. Ну, хотя бы до 11. Ладно, хер уж с ним. Не могу я долго ждать. Все надо делать побыстрее, побыстрее. Чем могу тебе помочь, сын мой? Я хочу сыграть с Вальдой. Ты желаешь ступить, брат? Как радостно видеть, что любовь расцветает даже в эти нелегкие времена. Твоя свадьба будет завтра, с рассвета и до заката. Не опаздывай, ты же не хочешь пропустить собственную свадьбу. Это верно. Хорошо. Наконец-то, наконец-то я установил дополнение Драгонборн. И следующее мое прохождение будет именно по нему. То есть я продолжу свою уже традицию. По дополнению... Болтает скульптор-лиц в бойной фляге. Скульптор-лиц? Потому что мне рассказывать, это скорее десительный день. Скульптор-лиц. Это уже интересно. Это, по-моему, с дополнением как раз-таки хэтчфайр пришло. Так, в челе езжало, пожалуй, надо снять комнату и переночевать. Через сутки все будет. А, наконец-то, заведу жену. Так. Привет, ты здесь. Кирова. Что будешь? Давай сюда. Хорошо. Она твоя, Надя. Хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Да нет, спасибо. Я сам найду мою комнату, если я не ошибаюсь. Она где-то тут. Это? Нет, не это. Мне повезло. Это? Да, это. Хорошо. Поспим ровно 24 часа. Продрыхнемся. Надеюсь, ничего за это время не случится с нами. Так как это было при вступлении в темное братство или... Кто не знает, спонирить не будет все. Прошу прощения. То есть, а серии пойдут по Драгонборну где-то через дня, два, три. То есть, в этот же день на меня уже напали культуристы. Мы начнем, скорее всего. Если тебе еще что-то нужно. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Так, серии эти будут. Пауруем. Чего теряюсь-то вечно? Раз, два, три. Все. На выход. Серии эти будут выходить где-то так, две. Две, а может быть, больше в неделю. Это правда, что все болтают. И мы это дополнение пройдем. Я пришел уже, думаю. Вовремя. Да. А вот и наш счастливый жених. Начнем же церемонию. Это меня обижал. Мара дала жизнь всему сущему. И с тех пор присматривает за нами, как за детьми своими. Ее любовь к нам научила нас любить друг друга. Ее любовь показала нам, что жизнь, прожитая в одиночестве, и не жизнь вовсе. Мы собрались сегодня здесь, под любящим взором Мары, чтобы засвидетельствовать вечный союз двух души. Пусть они будут неразлучны в этой жизни и в следующем, в богатстве и в твердости, в радости и в горе. Аминь. Согласны ли вы... Аминь. Аминь. Согласны ли вы скрепить свой союз и жить в любви от ныне и навсегда? Да, я согласен. Властью данной мне Мары, богиней любви, объявляю вас супругами. Вручаю вам обоим эти кольца, благословленные милостью Мары. Пусть они хранят вас в вашей совместной жизни. Зольда. Если хочешь, можем поселиться у меня. Нет. Наконец мы женаты. Наверное, нам следует решить, где жить. Если хочешь, можем поселиться у меня. Как насчет моего дома в Фолк Третью? У нас будет новый дом. Давай встретись там. Люди тут нервные. А от этого я нервничаю. Сезанна, как же приятно слышать, что ты разговариваешь наконец-то по-русски. Симпатичная, симпатичная девушка получилась уже, по крайней мере, без светящихся глаз. Немпирских клыков. Да благословица. Теперь мы отправимся. Чем могу? На дракониму пределу. И удочерим там девочку. Насколько я помню, она где-то там ходит. Это наш старый знакомый, лорд Харкан. Пепел которого лежит возле его же алтаря. Та еще сволочь. Как у него морду-то скосило. В общем, ребята, знаете, самое сложное в доме было, это собрать в подвале все алтари богов. То есть геморроз заключался в том, чтобы найти для каждого из алтарей, то есть чтобы его поставить, нужно было найти амулет того или иного бога. Ты же запарен. Ты преодолел урок смерти, и теперь обитаешь среди звёзд. Так, вот эта девочка, да? Ты самый лучший. Давай ты будешь моим папой. Конечно. Серьезно? Ты... Ты у меня есть место, где я могу жить? Да, Фолк 3. О, вау! Ты... Ты уверен? Ты действительно не хочешь мою? Да, так и есть, дочка. Ей! Спасибо, мистер, ом, папа. Я предпочитаю, что я буду лучшей дочкой. Так, ну что ж, теперь отправляемся в наш домик. Поместье у озера. И после небольшой экскурсии, я думаю, будем завершать. Ибо дополнение себя, в принципе, исчерпало. Оно было довольно увлекательным. То есть построить свой дом, завести семью. Ум, удочерить или усыновить ребенка. Это все довольно увлекательно. Что-то вроде Симс, только... Только это реализовали в Скайриме. Причем реализовали довольно прикольно. Целая-целая куча нюансов. Вплоть до того, что... В подвале, если нету света и довольно сыра, появятся крысы. Твою ж мать. А ты еще откуда? Сейчас меня в покое, ха! Не-не-не! Нет больше никого. Нет, парень шел просто. Просто голыми руками. Заходи, дочка. Это теперь твой новый дом. Эти волки, они уже запарили. Нападают просто так. Ну, мне повезло. На меня еще бандиты нападали с соседнего хутора. Добро пожаловать. Так перестань. У меня для тебя кое-что есть. Ты купила мне пакет? Серьезно? Да. Кукла. У меня есть, конечно... Ой, эльфийский кинжал, прости, не дам. Тебе еще немножко рано. Ну, новая платьичка. И яблочко. Спасибо. Вот таким вот, собственно, и стал мой дом. Тут у нас тепличка. Я тут еще ничего не посадил, но это все впереди. Такое довольно уютненький вышло. Ты все равно располагайся. Вот тут вот моя оружейная, такая вот трофейная комната. Тут собрались всякие разные доспехи, памятные, связанные. В общем, с дополнением даунгард. Сюда, кстати, вот это не буду вешать. Сейчас сюда памятные повешу. Вот. Вот так получше, думаю, будет. Тут у нас такая некая кладовка с наковальней. Тут подвал. Подвал это самое вкусное, по-моему. Большая кладовочка вот она. Сейчас покажу вам быстренько второй этаж. Вот он, собственно. Манекен для моей личной одежды. Большая витрина для оружия. Тут все есть. Те алхимические лаборатории, лаборатории из очарования. Все, как я люблю. Вот это комната для детей. Как видите, тут можно поселить двух детей. Вот, собственно, жена моя. Думаю, у тебя было немало приключений. Как поживает Люсили? Хорошо, любовь. Я думаю, что с декорацией будет чудеса для всех нас. И в этой комнате это просто прекрасно. Да, по-моему, это тоже прекрасно. Прощай, любовь моя. Вот это тоже некая кладовочка такая. Неплохая. Эта лестница, сами знаете, куда ведет. На самый верх башни. Самое красивое место в моем доме. Которое, по крайней мере, мне очень-очень нравится. Вот это наша большая, так сказать, родительская кровать. А это выход уже на мою оружейную. А, да, точно, как я мог забыть. Нужно еще вам показать подвал. Простите меня за это. Я вот начинаю подумывать о том, что пора бы уже размораживать сюжетное прохождение Скайрима. Там сюжетка... Фигня на несколько часов. То есть на 5-6 серий. О, что это? Ух ты. Никак не могу привыкнуть к твоему новому голосу все равно. Ну, я думаю, вам будет интересно посмотреть, хотя вы уже, наверное, битый раз, битую сотню этих раз посмотрели. Прохождение абсолютно разных и далеко успешнейших за меня людей. Ну, все-таки, кому-то это интересно. Значит, для этих людей я конкретно и буду делать свое прохождение. Вот оно. Самое, так сказать, трудоемкое место. И тут собраны все статуэтки божеств. На то, чтобы построить вот такую вот, например, нужно там сколько-то количества металла и амулет Аркея. Так же самое Акатош, Мара, Талос. Это было... Это было тупо. Я, наверное, часа три бегал по городам и искал эти долбаные... Ой, долбаные жерелья. Тут у меня кузница, как вы видите, только это... Ну, не очень хорошо в подвале держать кузницу. Хотя, может, я чего-то не понимаю. Вот такой домик у меня получился. Я думаю, это дополнение вполне, вполне хорошее. И сделано на достаточном уровне. Как для самого Скайрима. Но это не сюжетное дополнение. Это вот просто вот... Симс. Натуральный Симс. Что ж... Всем спасибо за то, что были со мной. Следующие серии по Скайриму будут посвящены дополнению Dragonborn. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok